Привет народ, привет youtube, привет всем подписчикам, все кто знает меня. Вот приехала покопать город Лопата. Тут старое место было, здесь похитники стояли, может что найдется. Было здесь буквально год назад, даже полтора. Знаю, что тут живут в обрыве, но не знаю, что настолько они похабнуются ввиду себя. Я просто приехал и почему все, как говорится, защитники животных, бобер хороший, бобер плохой, ничего не сделает. Посмотрите, что он натворил. Ладно, одно дерево скосил. Посмотрите дальше, что он сделал. Он выкосил. Вон, смотрите, сколько леса и козел бы хоть бы одну бы унес к себе на плотину. Вот он косит, они такие вот червочки пилить, на спину закинули и идет. Вот посмотрите, сколько леса зря повыбил. А я в этом месте подберезовики, подосиновики собираю. Постоянно приезжал был. Но одно хорошее дело сделал. Он сделал в прошлом году всю подкормку, кожуру пожрал. Ладно, здесь. Вот смотрите, завал. Вот целый автобан он себе вытащил. Видать, на тележке он таскал эти бревна. О, такая дорога туда идет. Ух, ребята, слов нету. Ну смотрите, все, все, просто валит тупо, а не забирает. Еще хороший бобер. А ладно, помимо болота превращает в луга. Некоторые, как говорится, речки вообще перегораживают. Рыбе не дает подняться. И сколько леса губит. А вы говорите, чтобы обрана защищать. Его надо контролировать. Как говорится, по минимуму. Оставлять. Ну просто это нереально. Вот чуть-чуть. Вот это вот семья бобров натворила. Потому что я знаю, что она жива, а она не наполняла на них. Видать, там кончилось, не будет пожрать. И они вот такую хрень тут наделали. Надо будет очень же заняться этим вопросом. Вот это вот они афинку свалили, ну, года полтора назад. Или в прошлом году. Наверное, в прошлом году. Ну, смотрите, что это делается. Услов нету. Так что думайте, мужики-охотники. Надо контролировать их. Надо как можно больше употреблять. Отставлять на речку одну-две пары и все. Но это невозможно. Вот такие вот дела. Теперь тебе ну чтобы все-таки копыт. Команг-петка. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...